Спасатели городского формирования ежедневно дежурят на набережной Урая. Каждый летний сезон специалисты контролируют ситуацию у Канды. И не зря. Несмотря на затянувшиеся холода, купающиеся в запрещенных для отдыха местах уже зафиксированы. И как следствие негативный летний опыт. Мужчина решил переплыть северную речку. До противоположного берега добрался, а вот обратно уже сил не хватило. На помощь пришли спасатели и перевезли человека. Как выяснилось позже, смелости пловцу придало алкогольное опьянение. Кстати, это самая частая причина продемонстрировать лихачество среди жителей самого южного города Югры. Алкогольные напитки дают храбрость людям. Они думают, что они все могут, что им море по колено. Нет, иногда природа не прощает ошибок, особенно вода. Поэтому вот такое самое главное. Жизнь пяти человек забрала вода за минувшие три года. Основная причина происшествий – самонадеянность, алкогольное опьянение, купание в опасной речке в темное время суток. Итог приключений всегда печален. У нас есть случай зафиксирован, когда в час ночи человек в нетрезвом состоянии решил искупаться, переплыть на ту сторону, ну, привело к трагедии. А потом работали водолазы, вот, и мы потом все-таки нашли тело утонувшего человека. Поэтому вот основные такие, это вот. И слушаться в первую очередь спасатели, если спасатели говорят здесь нельзя, то значит это точно тут нельзя. Сейчас, в летний сезон, спасатели напоминают, что купание в черте города запрещено, а нарушение этого запрета грозит трагическими событиями.